Привет! Шестая часть Джорджа Безар Адвенча — одна из наиболее бизарных среди всех существующих. Это является неким консенсусом в фэндоме, что далеко не безосновательно. Оглядываясь на Stone Ocean в ретроспективе, я и правда замечаю в нём много вещей, которые временами просто-напросто не уживаются в голове. Дождь из токсичных лягушек, зелёный ребёнок, родившийся из костей Дио, а по факту Джонатана. Вся арка Хэви Везера, являющаяся, вероятно, самой безумной аркой во всей франшизе, финал апокалиптических масштабов и так далее. Однако среди всего этого кислотного безумия затесалось и то, о чём говорят нечасто. Так, существенную часть истории Джолин и команде буквально противостояли три потенциальных Джорджа. Я говорю про тех самых сыновей Дио, представленных в Stone Ocean, Донателло Версеса, Рикки Эли и Унгала. Все трое, вероятно, лучшие второстепенные антагонисты данной части, которых я люблю и каждому из которых на канале уже успел уделить должное внимание. Тем не менее, недавно меня осенило, и я осознал, что этих троих и правда можно назвать полноправными Джорджа. Ведь посудите сами, если уж Джорно был этого удостоен, то чем хуже его сводные братья. В общем-то да, в этом ролике я и планирую пофантазировать о том, какие из них могли бы выйти главные герои. Не без опоры на канон, конечно. Начнём с самих персонажей, их стендов и возможных необходимых перемен. Унгала. Хм, возможно кто-то не поверит, но из него и правда может получиться отличный главный протагонист. Напомню, что в каноне он является наркоманом, чья жизнь вплоть до встречи с Пучей являлась беспросветной тьмой. И, как бы удивительно для многих это не звучало, его наркоманский бэкграунд вполне может остаться неизменным. Правда, я бы снизил уровень деструктивности, изменив его не самое адекватное и осознанное поведение в оригинальной истории на более вменяемое. На Шунгала по большей части будет иметь контроль над собой своими мыслями и действиями. Почему именно побольше? Да потому что временами он будет срываться и вновь принимать всякую дрянь. В принципе, на этом и будет построена его персонажная арка, на борьбе со своей зависимостью, внутренними демонами и, по сути, самим собой. Выглядел бы он, кстати, примерно так. Все иллюстрации, которые вы увидите в данном видео, были отрисованы специально моей знакомой Фаблосник, ссылка на канал которой будет в описании. Но вернёмся к теме. Как вы можете увидеть на представленной работе, на Шунгала больше не уродец, и эта корректива была обязательной, раз уж мы лепим из него главного героя. Однако по нему всё ещё заметно влияние наркотических веществ, что было важно сохранить. Придумал я и примерный набросок его прошлого. Как и в каноне, Онгала был рождён в 1988 году, незадолго до смерти Дио. Его матери чудом удалось сбежать из Каира живой, по итогу родив не самого здорового ребёнка. Условия их проживания были не Ахти, да и Онгала, очевидно, рос в неполноценной семье. Все эти факторы впоследствии и приведут его на скользкую тропу. Мама же его по-настоящему любила, и, к сожалению, умерла в результате всё только ухудшавшегося с момента побега здоровья. Это и стало тем самым спусковым крючком к разгульной жизни, что будет продолжаться вплоть до начала истории. Но о сюжете поговорим ближе к концу. Что до стенда, он всё также будет называться Bohemian Rhapsody. Однако изменения в его сути неизбежны. Важно понимать, что в своём первоначальном виде рапсодия, но слишком ушимбовое оружие. Способность воплощать любых вымышленных персонажей и произведения искусства в реальность с радиусом в виде всего мира явный перебор для главного героя. Поэтому я и решил уменьшить радиус до пары километров, а также ограничить стенд в создании персонажей, превосходящих его по силе. Также важный ограничитель – время существования его созданий, которое будет составлять 10 минут, если до этого их не уничтожить. Думаю, логично будет ограничить стенд и в том, что он может создавать. Это всё ещё будут вымышленные персонажи и произведения искусства, но только те, с которыми он гала знаком лично. И это можно будет красиво подвязать к его детству, в котором его мама частенько читала ему разные сказки. Но ни одной способностью стенд будет сражаться. Раз уж это стенд Джоджа, то у него должны быть какие-то хорошие физические показатели. Ну а также и внешнее воплощение, которым оригинальная Рапсодия не обладает. Кстати, я не зря в разговоре про Унгала упомянул моменты его слабости. Во время наркотических приёмов и дальнейших трипов он будет терять контроль над своим стендом и, соответственно, создаваемыми им образами. Проявляться это будет в его автоматической работе и внешнем виде его творений, который будет настолько же гротескным, как и в первоисточнике. В общем, как-то так. По итогу мы получаем крайне трагичного и необычного главного героя, основной движущей силой которого является борьба с самим собой. Из Рикьеля же мог бы выйти, вероятно, самый классический по своей персонажной сути главный протагонист. И это говорит о многом, учитывая, что в рамках оригинальной истории он формальный антагонист. Но что поделать, если Араки и правда сделал его таковым? Рикьель крайне смелый и благородный персонаж, так ещё вдобавок к этому растущий над собой. Всё это отличный фундамент для великолепного Джоджа в духе того же Джонатана, иронично являющегося его отцом. При этом нельзя сказать, что он будет точно таким же, ведь напомню, что у Рикьеля есть одна интересная особенность, а именно его панические атаки, проблемы с самооценкой и в целом ментальные траблы. Всего этого однозначно не стоит лишаться, а наоборот, интегрировать и в нашего Рикьеля. Лишь постепенно и постепенно, из битвы в битву, его проблемы будут улетучиваться, а самооценка лишь возрастать. Таким образом, мы и получим довольно уникальное персонажное развитие для главного героя, сравнить которое можно лишь с Джолин и Джонни. Преимущественно же всё-таки с последним, хоть у него и не было сначала всё настолько плохо, как у нашего Коубоя. Правда, не уверен насчёт развития актов. С одной стороны, это здорово и интересно, с другой же не совсем возможно, учитывая природу стенда Рикьеля. Скай Хай завязан на контроле летающих стержней, что, как и в ситуации Сунгала, я решил оставить неизменным. И проблема кроется в том, что этой технике-то и некуда по сути расти. Могут развиваться лишь скиллы самого Рикьеля по их контролю, ну и, полагаю, появлятся всё новые способы их использования. Что до внешнего вида, в отличие от Рапсодии, Скай Хай имеет осязаемую форму, правда не совсем походящую на стенд ГГ. Поэтому я бы и пошёл на некий компромисс, сделав из него что-то наподобие первого акта Таска. Сам же Рикьель выглядел бы, возможно, так. Что же до прошлого, выделю самый важный момент, а именно период начала формирования его стенда. Тогда, по совпадению, и начали время от времени закрываться его вейки, что в результате ко всем проблемам привело. На это лишь намекается в оригинальной истории, но я предлагаю сделать на этом основной акцент. Оттого его оттачивание мастерства по контролю за стержнями будет выглядеть крайне символичным. Что мы имеем по итогу? Отличного и понятного многим главного героя, по ходу истории и превращающегося из невероятно слабого духом и телом парнишки в Тру Чеда. Ну и наконец Донателло Версос. Сохраняя, как и в предыдущих случаях, схожее персонажное ядро, слепить из него однозначного протагониста точно не выйдет. Вместо этого он может стать отличным антигероем. То бишь персонажем, для справки, чаще всего основным, не являющимся ни однозначно положительным, ни однозначно отрицательным. Всё дело в его основном мотиве, Версос движим за получением счастливой жизни, которой он никогда не обладал, и на этом всё. Цель исключительно эгоистичная, что уж там скрывать. И для сравнения в голову сразу же приходит уже упомянутый Джонни Джостер. Он также, очевидно, был замотивирован своими личными целями, и ради их реализации часто заходил довольно далеко. Упоминаю последнее, я тоже неспроста. Стенд Донателло, в отличие от его братьев, намного более антагонистический, что ли. Сама возможность вскапывать и материализовывать различные воспоминания, хранящиеся в земле, чаще всего подразумевает взаимодействие с не самыми приятными событиями. Как и было показано в оригинальной истории, для большей эффективности в плане воздействия на своего оппонента, это должны быть какие-то катастрофы, аварии и иные трагические происшествия. И да, это довольно стрёмно. Донателло буквально пробирается к своему счастью по чужим костям. Но, тем не менее, я не вижу ничего плохого в том, чтобы сделать его не самым однозначным главным героем. Это только придаёт ему большей уникальности и глубины. Тем более на фоне Унгала и Риккеэля, которых я уже определил как более классических протагонистов. Если в Риккеэле будут преобладать черты Джонатана, то у Версуса больше черты Дио, и это, на мой взгляд, отличная параллель между двумя. В плане своей внешности и образа, Донателло изначально больше своих братьев подходит на роль ГГ, поэтому и менять его пришлось по минимуму. И так ему, уверен, намного лучше. Что же до стенда, Андерворлд, в отличие от Похимион Рэпсиди, нёрфить необходимости нет. Напомню, что радиусом стенда в манге является вся площадь города Орландо, то есть округляет 300 квадратных километров. И это вполне себе адекватный радиус, учитывая специфику его способности. Ну и так же, как и в ситуации с трапсодией, Андерворда нужна физическая сила, которая в первоисточнике у него нулёвая. Да и в целом статы бы ему подтянуть, а то перед ребятами стыдно. Бэкстори Донателло я бы никак менять не стал. Ну и, собственно, вот. Замечательный и неоднозначный протагонист, гонящийся исключительно за своим счастьем, готов. Поговорим мы о примерном сюжете. В целях экономии нашего с вами времени я решил набросать одну единую историю для всех троих. В принципе, каждому она подходит, ну и я изначально подразумевал, что каждый из них должен существовать отдельно друг от друга. Суть в чём? Сеттинг всё такой же, как и в Каменном океане 2011-12 годы, США. Все события предыдущих частей остаются неизменными, кроме двух вещей. Перед сжиганием дневника Дио Джотара его не читал, и Пуччи больше не антагонист. При этом близость с Дио в прошлом остаётся неизменной, только ни про какие планы по достижению рая речи и не шло. Дио всё ещё расценивал Энрика своим другом, но в настолько личные вещи не погружал. И всего одна корректировка меняет всё. Ввиду отсутствия Пуччи как сменного лидера остатков последователей Дио, мы получаем ту же ситуацию, что и в эпилоге шестой части. Они окажутся дезорганизованы, что в свою очередь позволит Джотара намного больше посвятить себя своей семье. В частности Джолин, которая теперь больше не придёт к тому, чтобы стать Джоджо. Её роль займёт либо Версус, либо Рикейль, либо Унгала. Тут на ваше усмотрение. Каждый из них к моменту начала истории будет находиться в не лучшем жизненном положении, вплоть до встречи с Пуччи. Он, кстати, здесь будет выполнять наставническую роль в духе Вилла Цепели, Лизы Лизы и так далее. Так сильно загорится желанием помочь и наставить одного из них, он по всё ещё существующей близости с Дио в прошлом. Но кто же займёт его место, и в чём сюжетная завязка? Я долго ломал голову, но пришёл к выводу, что если мы всё ещё делаем шестую часть кульминационной, то это должен быть кто-то связанный с Дио. Быть может иной приближённый, который и был осведомлён о райском плане, но действовавший, как и остатки подстилок, настолько незаметно, что ни Джотара, ни Спидвагон Фаундейшн их не замечали. Как и подметил, здешний Джотара дневник Дио не читал, что создаёт нашему главгаду очевидную проблему, план Дио узнать невозможно. И за все эти 20 лет нескончаемых поисков он приходит к решению воскресить своего господина, зная, что некоторые фанаты мечтали об этом, желая увидеть это в Stone Ocean, так что почему бы и нет? В общем, поразмышлять здесь есть о чём, и я лишь предложил свою версию. Подводя же итог, не могу не подметить, что из сыновей Дио могли бы и правда получиться достойные главные герои. В каждого из них было вложено то, на чём действительно можно построить качественного и немаловажно интересного протагониста. Ну а на этом всё, с радостью послушал бы и ваши мысли на этот счёт, а пока благодарю за просмотр и подписку, и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok